31 октября исполняется 55 лет главному памятнику нашего города, монументу вечной славы. Его величественный силуэт над Днепром знаком без преувеличения всем жителям и многим гостям нашего города. Памятник, торжественно открытый в 1967 году, имеет интересную историю. Впервые идея такого монумента появилась еще в 1945 году. Почему от идеи до реализации прошло больше 20 лет? Как менялись названия памятника? Какие варианты мест предлагались? Почему все-таки остановились на нынешнем месте? Как открывали монумент в 1967 году и какие известные деятели участвовали в церемонии? Обо всем этом сейчас расскажу. Монумент вечной славы Монумент вечной славы – самый знаковый памятник города на Днепре, посвященный теме войны и победы, который стал символом коллективной памяти жителей об этом трагическом периоде нашей истории. Каждый год 9 мая сюда направляются тысячи горожан, а церемония возложения цветов к монументу славы уже 55 лет является главным элементом празднования Дня Победы в нашем городе. Мы привыкли видеть знакомый силуэт памятника – высокий обелиск с фигурой Родины Матери над Днепром и вечный огонь у его постамента. Официальная дата открытия монумента – 31 октября 1967 года. Однако памятник имеет и свою предысторию, полную загадок. Самый известный военный памятник в городе изначально планировался совсем в другом виде и на других точках города. И только время расставило все на свои места. История сооружения монумента вечной славы полна белых пятен. Почему от идеи до реализации прошло почти четверть века с 1944 по 1967 годы? И почему идея памятника перемещалась в городском пространстве? Ведь он построен на третьем по счету месте. Начнем с того, что исторически менялось само название памятника. Впервые была высказана идея обелиска в память освобождения Днепропетровска. Потом планировалось построить колонну Победы. И только впоследствии был сооружен монумент вечной славы. И все эти памятники планировались в разных точках города. В рамках послевоенного проекта восстановления центральной части Днепропетровска сразу запланировали и сооружение памятного величественного монумента в форме обелиска недалеко от железнодорожного вокзала и рынка Озерка. В декабре 1945 года газета «Днепровская правда» сообщила, что архитекторы Белозерский, главный архитектор города, и Чуянов разработали обелиск 28-метровой высоты, который будет поставлен на пересечение осей проспекта Карла Маркса и улицы Шмидта. Он будет вертикальным ориентиром встречать приезжающих в город. На фасаде обелиска размещена чугунная доска с приказом товарища Сталина. Этот приказ будет освещаться скрытым от глаз источником света. По бокам обелиска скульптурные барельефы, а с тыльной стороны помещены слова из гимна «Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз». Имелся в виду приказ за подписью Сталина об освобождении городов Днепропетровска и Днепродзержинска в 1943 году. Обелиск этот, в конце концов, так и не появился. А отдельная доска с текстом приказа была установлена только в 1967 году у входа в парк Чкалово, ныне Глобы, со стороны улицы Столярово. В настоящее время демонтировано. В 2022 году. В 1945 году был озвучен и другой вариант размещения памятного сооружения на самой высокой точке бывшей Соборной горы на бульваре проспекта Карла Маркса, сейчас Яворницкого, напротив старого корпуса исторического музея. Еще в январе 1945 года городской совет Днепропетровска принял решение о составлении проекта реконструкции проспекта Карла Маркса. Программа была предложена уже упоминавшимся главным архитектором города Белозерским, где было четко определено размещение мощного архитектурного скульптурного акцента, венчающего центральный проспект. Чуть позднее, в 1948 году, этот тезис лег в основу идеи «Колонны Победы». Историк архитектуры Олег Швидковский в книге «Днепропетровск» 1960 года озвучил информацию, что предложение по планированию застройки этой площади было сделано во время одного из конкурсов на архитектурно-планировочное решение проспекта Карла Маркса в 1948 году архитектором Малышенко «Киевский Гипроград». Он предложил вместо сквера с высокой зеленью разбить посередине новой площади зеленый портер, установив в центре его памятную колонну Победы. Эта колонна, благодаря своему расположению, на вершине холма и по оси проспекта не только просматривалась бы в течение нескольких километров при движении вдоль главной улицы, но и была бы хорошо видна с Днепра. Здесь стоит отметить, что идея устройства вертикальных доминант, величественных памятных обелисков или колонн в честь Победы в центре крупных городов была типична для послевоенных городов всего Советского Союза. Такие обелиски есть в Санкт-Петербурге, Киеве, Минске и других крупных городах бывшего СССР. Несмотря на декларацию аналогичной идеи в Днепропетровске, по непонятным причинам от реализации этой идеи позже отказались. Почему – неизвестно. Для монумента славы на километр продлили главный проспект. И только в середине 1960-х годов, накануне 20-летия Победы, про идею сооружения военного монумента вновь вспомнили. Но изменили место. Надо учитывать исторический момент. Это было время бурного преобразования Днепропетровска в мегаполис. Когда город начал разрастаться в размерах. На горизонте замаячила грандиозная застройка побережья Днепра к востоку от холма. Здесь зарождались Мандрыковский и Лоцманский. Будущий жил массив Победа. Центральный проспект 100 лет назад был примерно на километр короче нынешнего. И вот в 1960-е годы архитекторы вновь извлекли на свет идею военного памятника. Только название он получил новое вместо колонны Победы – монумент вечной славы. По сравнению с вариантом 1940-х годов, колонна превратилась в обелиск, который спустился с вершины холма на два квартала ниже. И в результате гордо вознесся над Днепром. Терраса вокруг монумента стала одной из лучших смотровых площадок в городе. Здесь видно акваторию Днепра и левый берег на добрый десяток другой километров. 31 октября 1967 года состоялось торжественное открытие монумента вечной славы. Авторы памятника – скульпторы Василий Иванович Агибалов и Михаил Федорович Овсянкин. Архитекторы Анатолий Александрович Максименко и Эрик Юрьевич Черкасов с участием инженеров института «Укргорстройпроект». Перед сооружением монумента был проведен архитектурный конкурс. История эта обросла легендами. В архитектурных кругах города до сих пор рассказывают историю о том, что победителя якобы определил случай. В зал, где были выставлены проекты, зашел всесильный, тогда первый секретарь Днепропетровского обкома партии Алексей Федосеевич Ватченко и увидел один проект, который не был прикрыт простыней. Безапелляционно ткнул пальцем в него. Это и был позже реализованный проект харьковских художников. Соответствует ли действительности указанный период, неизвестно. Ватченко был хорошим руководителем и вопросы, что говорится, с кондачка не решал. А тем более, такой важный идеологический вопрос, как строительство главного городского монумента, украшение кузницы кадров при Брежневе. Кстати, Алексей Ватченко лично открывал монумент и лично зажег вечный огонь, поднеся специальный факел. От себя лично скажу, я тоже интересовался этой историей у одного из архитекторов тех времен. Не буду называть фамилию, но скажу. Он подтвердил, что окончательно точку в выборе проекта поставил именно Ватченко. С архитектурной точки зрения монумент вечной славы унаследовал идею и обелиска, и колонны. Памятник представляет собой 25-метровый четырехгранный пилон, установленный на широкой основе и облицованный плитами розового гранита. На вершине пилона возвышается выполненная из титанового сплава фигура Родины Матери. Она держит в правой руке факел, как символ свободы, в левой – пальмовую ветвь, как символ памяти. В нижней части пилона – рельефная группа из трех гранитных скульптур воинов, партизан и подпольщиков. Общая высота монумента – 29,5 метров. Памятник представляет собой не только отдельное вертикальное сооружение, а комплекс мемориальных элементов. В композицию входят также две горизонтальные стелы из блоков красного гранита, содержащие накладной текст из нержавеющей стали. Воинам, партизанам, подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы от благодарных днепропетровцев. И слова из реквиема Роберта Рождественского. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. Монумент вечной славы за 55 лет практически не претерпел каких-либо изменений. Единственное исключение – в 2017 году в рамках кампании декоммунизации с боковой части постамента было снято изображение серпа и молота. Статуя Родины Матери, венчающая монумент вечной славы, не просто абстрактное изображение. Лицо статуи имеет своего прототипа. Это медицинская сестра, почетный донор СССР Валентина Арсентьевна Азарова. Причем героиней монумента девушка стала случайно. Вот как об этом рассказывала газета «Днепр вечерний» в мае 1989 года. Валя только приехала из Золотоноши и сразу к маме. Мама работала в трамвайном депо номер 3. Его только недавно открыли, и в просторном ангаре группа скульпторов оборудовала мастерскую. Когда Василий Иванович Агибалов увидел Валентину, он будто даже с обидой сказал, «Где же это вы пропадали столько времени? Мы целый месяц носимся по городу, и ни одной девчины с косами найти не можем. А вот посмотрите, пожалуйста». И Валя увидела на столе гипсовую фигурку девушки, и ей показалось, что чем-то неуловимым эта девушка похожа на нее. Она позировала три месяца. В самом начале много раз переплетали косы, пока они легли как надо. Очень уставала рука, поднятая вверх, и тогда ее просто подвязывали. Сорочку украинскую, в которой по замыслу скульпторов она должна быть одета, брали на прокат в театре имени Шевченко. Валентина Арсентьевна стала медицинской сестрой, почетным донором, вырастила двух сыновей, стала бабушкой трех внучек и внука. Когда ее мальчики и ее сыновья в дни своих свадеб садились с невестами в машину, оба шутили «Едем к маме». И машина, украшенная цветами и лентами, отправлялась к Вечному огню у монумента Вечной Славы. Перед постаментом монумента устроен Вечный огонь. Открытие монумента 31 октября 1967 года и церемония зажжения Вечного огня была продумана до мельчайших деталей в соответствии с тогдашней идеологией. Огонь был доставлен сюда как священная часть Вечного огня революции, что негасимо горит возле центральной проходной старейшего промышленного предприятия с завода имени Петровского. У проходной Петровки сначала состоялся специальный митинг, возглавил который известный деятель, тогдашний руководитель города, председатель исполкома городского совета Кочаловский. Позднее он руководил всей Днепропетровской областью. Герой Советского Союза генерал-лейтенант запаса Дремов зашел в факел и затем доставил его на бронетранспортере в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов к монументу Славы. А здесь состоялся торжественный митинг по случаю открытия монумента. В нем приняли участие, кроме уже упомянутого руководителя области Ватченко, первый секретарь горкома партии Уланов, старший прокатчик завода Карлолипныхта, герой социалистического труда Быков, генерал запаса Литвиненко, герой социалистического труда Переяславский, известная подпольщица, будущая почетная гражданка города Сарана, студентка университета Елена Патока. После открытия была введена в действие аудиоустановка, диктор читал реквием, слова рождественского, музыка Кабалевского. Звучали торжественные мелодии. Кстати, использование аудиоустановки здесь во время массовых мероприятий стало традицией. Сразу после возведения монумента Славы в городе сформировалась традиция торжественного шествия тысяч жителей и возложения цветов сюда каждый год 9 мая. Начиная с 1967 года, с утра 9 мая обязательно происходило торжественное возложение цветов к вечному огню. Его возглавляли руководители города и области, ветеранские организации. Затем до самого вечера к памятнику шли тысячи горожан и несли цветы. Эта традиция пережила лихие 90-е. Сохраняется до сих пор. Нужно отметить, что с каждым годом, несмотря на все перипетии, тысячи людей по-прежнему идут с цветами к монументу, чтобы отдать дань памяти. На мой взгляд, как бы не менялись оценки того времени, как бы не называли ту войну, вопрос не в политике и идеологии, а в уважении к памяти наших предков, в человеческом отношении к памяти погибших. Монумент славы Монумент славы – рекордсмен по изображениям на сувенирах. Следует также отметить, что практически сразу после открытия монумент вечной славы стал одним из любимых символов на сувенирной продукции города. Уже с конца 60-х его стали часто изображать на гравюрах, в путеводителях, на открытках. Изображения монумента славы помещали на почтовых конвертах, значках, сувенирной продукции. Ни один объект в Днепропетровске не был так широко представлен в сувенирной продукции, как монумент славы. Изображение монумента славы, например, можно увидеть на перекидном металлическом календаре конца 60-х годов. Такие календари были тогда необычайно популярны, а сейчас считаются редкостью. Да что там календарь? В 70-е годы были изготовлены сувенирные шахматы, на крышке которых изображен этот памятник, и даже открывалка для крышек с силуэтом памятника. Особенно широко представлен монумент славы был на сувенирах в 200-летию в Днепропетровске, которые отмечали в 1976 году. Здесь и почтовый конверт со спецприглашением, и несколько значков, и специальная бронзовая медаль в память городского юбилея, где центральным элементом изображения снова выступает монумент. Существует несколько памятных медалей и значков к годовщинам освобождения города 1970-1990 годов, где центральным элементом изображен силуэт монумента славы. В 1995 году изображение монумента украсило эмблему Днепропетровского метро. Возведенный над Днепром 55 лет назад монумент вечной славы и сегодня является наиболее уважаемым военным памятником среди жителей города. Несмотря на весь прошлый идеологический пафос, монумент славы действительно стал для горожан одним из выдающихся символов второй половины 20 века и сегодня продолжает сохранять свое значение в сакральном и культурном пространстве города на Днепре. На этом все. Поделитесь этим роликом со своими друзьями и в ваших соцсетях. Для вас старался ваш Виталий Пескун. Пока, друзья. До свидания.